В Десногорске завершился ежегодный муниципальный конкурс «Открытие среди школьников 5-11 классов». Он предназначен для определения лучших творческих и учебно-исследовательских работ по математике, физике и информатике. Публичная презентация проектов прошла 14 мая на территории Центральной городской библиотеки. В итоговом этапе конкурса боролись за первенство 19 индивидуальных и коллективных работ, прошедших отборочный школьный этап. Вы в будущем создатели, вы и сейчас уже создатели, вы сейчас создали свои проекты, и я надеюсь, что и дальше вы будете идти по дороге, научной дороге, научных изысканий. Талантливые школьники получили возможность проявить себя и показать свою заинтересованность в актуальных вопросах современной науки. «Мне было интересно узнать о том, как можно использовать возобновляемые источники энергии, такими, как, например, является вода. Потому что вне возобновляемые источники энергии они уже исчерпываются». В практической части проекта конкурсанты продемонстрировали разнообразие творческих идей и изобретательность при их воплощении. Работы по информатике представляли собой электронные презентации, а результатами деятельности юных физиков и математиков стали макеты и даже роботы. Особый интерес участников был направлен на энергетическую сферу. «Это сердце атомной станции, это ядерный реактор. Атомная энергетика сейчас довольно популярная отрасль. И, в принципе, очень интересно узнать, как работает ядерный реактор, если ты живешь в атомном городе». Членами жюри стали учителя математики, физики и информатики школ города, а также представитель Смоленской атомной электростанции и молодежного совета. «Мне очень приятно, что в нашем маленьком городе столько много людей, которые стремятся к изучению чего-либо нового, помимо школьной программы, того базового курса, который дает школьная программа, а стремятся опознавать что-то новое и не только в теоретической стороне, а сами своими руками на практике создают проекты и их реализовывают». Первым в номинации проект по математике и информатике стал ученик второй школы Андрей Гавриленко. Первое место в номинации проекта по физике заняла Кристина Кропачева, ученица школы номер три.